В связи с ростом количества заболевших коронавирусом, пожилым сыровчанам и страдающим хроническими заболеваниями вновь рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Также на карантине находятся сотни людей, контактировавших с больными COVID-19. Они не могут выйти из дома, но им нужны продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Сыровский ресурсный центр добровольчества обновляет базу волонтеров и приглашает горожан вступить в их ряды, пусть даже на время пандемии. Мы обрабатываем заявки, мы знаем адрес заявителя, кому нужна помощь, и волонтеры у нас по всему городу, в Старом районе, в Новом районе. И если мы понимаем, что этому волонтеру в пешей доступности, скажем так, выполнить заявку, помочь, то мы обращаемся именно к этому волонтеру. Всем, кому нужна помощь волонтеров, могут оставить заявку по телефону 97777. Операторы принимают звонки круглосуточно и передают просьбы горожан в ресурсный центр. Там заявки оперативно обрабатывают и направляют по адресу добровольцев. Взрослый работает и готов оказать помощь только с пяти часов вечера. И, соответственно, мы к нему обращаемся только с этого времени. А есть волонтеры, которые могут помогать с первой половины дня, до 12, до 3, до 4. И мы к ним обращаемся. То есть мы, конечно, временные возможности тоже волонтеров узнаем. Волонтеры начали оказывать помощь горожанам еще весной, во время первого всплеска заболеваемости. Тогда по квартирам разносили продуктовые наборы от благотворительных организаций. В числе первых откликнувшихся на помощь был руководитель городского клуба волонтеров «Инсайт». Во-первых, ничего не бояться. Это самое главное. Что, во-первых, страх был заразиться. Ну, мне кажется, он у всех. Во-первых, не бояться. Во-вторых, спокойнее относиться к людям. И главное – желание помогать людям. Вот это самое главное. Если его нет, то и работы не будет. Встречали волонтеров по-разному, но одно было неизменно – соблюдение защитных мер. Ограничения в общении в этом случае нужно соблюдать обеим сторонам. И тем, кому нужна помощь, и тем, кто помогает. Были приняты все меры предосторожности. В квартиру не заходили, передавали продукты питания не в руки, а оставляли их, так скажем, в входной двери квартиры. Все были в масках, в перчатках. Предложить свои услуги и помочь нуждающимся может каждый совершеннолетний соровчанин. Для этого нужно позвонить по телефону 9-91-13 или 9-93-13 в будние дни с 9 утра до 5 вечера и сказать «Я хочу помогать людям». Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.